Болгарская сказка, как человек с змеей судился. Как-то пошел рыбак к реке рыба наловить. Целый день бедняга промучился, но ничего не поймал. Пшел мимо прохожий и говорит ему. Добрый день, приятель. Доброго тебе здоровья, отвечает рыбак. Поймал что-нибудь? Да если бы. Целый день промучился, ничего. А ну-ка, сказал путник, закинь разок на мое счастье. Увидим, что вытащишь. За работу получишь какую-то копейку. Еще раз закинул рыбак к сети. Стал выбирать их и удивился, что тяжелый. Целый день ловил рыбу впустую. А она, видать, твое счастье. А как вытащил сети на песок, так аж слезы на глаза навернулись. В сетях был кувшин. А в нем, видимо, деньги. Роклил рыбак свою судьбу. Но что делать? Отдал кувшин путнику. А тот ему заплатил, как обещал. Мужик обрадовался. Схватил тот кувшин и бегом во вражек, чтобы открыть в одиночестве. Присел и осторожно снял крышку. Только наклонился к кувшину, как высунулся оттуда змея. Обвелась ему во крышу шеи и говорит. Я тебя съем. А чем же я провинился перед тобой, спрашивает тот. Я тебя съем, снова говорит змея. Тот, кто меня бросил сюда, был человеком, таким же, как ты. Когда он закрыл меня и бросил в реку, я поклялась съесть первого человека, которого вижу, когда выберусь из кувшина. Нет, сказал мужик, не имеешь ты права есть меня, потому что я сделал тебе добро. А раз хочешь не по праву поступать, то что же, ешь. Имею право, уперлась змея, потому что тот, кто закрыл меня, был человеком. И я уже сказала тебе, что поклялась. Только чтобы доказать тебе это право, мы пойдем и спросим первых троих, кого встретим. Мужик взял кувшин и они тронулись. Первый встретился немощный конь. Его и попросили выслушать их. Змея начала рассказ издалека. Как-то меня поймал один человек и, помучив волю, закрыл кувшин. А кувшин забросил в реку. Долго я сидела в нем еще немного и умерла бы с голоду. Я все просила Бога, чтобы помог мне выйти оттуда. Но прежде всего поклялась съесть первого человека, которого увижу. Этот человек сегодня, ловя рыбу, выловил кувшин и подумал, что в нем деньги открыл его. А я, как и поклялась, обвелась вокруг его шеи. Теперь скажи, имею ли я право съесть его или нет? Ешь, ешь, говорит конь, ведь человеку нельзя верить. Погоди, почему ты так говоришь, ужаснулся мужчина? Чем я провинился перед тобой? Слушай, сказал конь, опершися дерево, чтобы устоять на ногах. Родился я в деревне. Первый мой хозяин был бедняк. Потому, когда я подрос, он продал меня богачу. Пока я был молод, хозяин очень хорошо заботился обо мне. Двое слуг за мной ухаживали. Я всегда ходил чистый, вычесанный, накормленный опоим. Когда хозяин мой собирался куда-то ехать, надевали на меня парчевое седло и серебряную уздечку. И хозяин все ласкал меня. Когда же я постарел, он купил молодого коня, а я стал сменным. Но и тогда мне было хорошо. А еще через несколько лет продал он меня угольщику. А тот, бедолага, все время путешествовал с места на место. И приходилось мне возить всякий груз. А перегружал он меня без всякой меры. Как-то раз, голодный и усталый, упал я со всей поклажи и еле поднялся. Угольщик очень разозлился и продал меня цыганам. Летом, пока было тепло, те еще кое-как ухаживали за мной и пасли. А теперь, как видишь, зима. И цыгане, не имея корма, покинули меня здесь подыхать от голода. А я столько времени верно служил. Вот почему человеку нельзя верить. Выслушав коня, змея подстегнула мужика, и они пошли дальше. Шли, шли и встретили собаку. Змея остановила и рассказала все это, как и лошади. Собака, едва дослушав, пролаяла злорадно. Ешь, ешь, человеку нельзя верить. Почему? Спросил человек. Послушайте, начала собака. Когда я была щенком, хозяйка меня мыла дважды, а то и три раза в день. И все с мылом. Обедала я за одним столом с хозяевами. Спала в теплом углу. А когда состарилась, выбросили меня во двор. Много лет я охраняла усадьбу от лихих людей. А когда уже совсем негодной стала, выбросили меня прочь на улицу. Как-то я попыталась вернуться назад. Так что бы вы думали? Закрыли ворота. Стали все. Кто с цепом, кто с камнем. И так меня избили, что едва уже живую, выбросили на помойку. Некуда мне деваться. Вот и я иду топиться. Потому и говорю, человек не помнит добра. А значит, верить ему нельзя. Змея подстегнула мужика, и они пошли дальше искать третьего, последнего. К счастью для мужика, на встречу шла кумушка лиса. Змея позвала ее, а человек тайком показал лисе свои пальцы. Та поняла, что он обещает ей десяток корм. Но пошла дальше. Вроде как и не слышит змеи. Тогда змея громче попросила ее остановиться на минутку и рассудить их с мужиком. Лиса стала поводом и говорит. О каком суде можно говорить? Когда ты взяла его за горло и душишь. Отпусти его, если хочешь, чтобы я вас рассудила. Змея спустилась вниз и начала свой рассказ. Меня схватил один человек, закрыл кувшин и забросил в реку. Погоди, прервала ей лиса. Если ты действительно хочешь, чтобы я выслушал вас, то у него гид так безластинчиво. Как могла такая здоровенная змеюка поместиться в этом кувшине? Теперь человек вступил. Правда, правда, так и было. И я ее оттуда выпустил. Лиса повернулась к нему. И ты, человек, меня обманываешь. Я и родному отцу не поверила бы. Змея рассердилась и залезла в кувшин. Только голова сверху осталась. А, видишь, все-таки не помещаешься, сказала лиса. И тогда змея залезла с головой. Лиса моргнула мужику. Тот и закрыл кувшин. Забрось кувшин в болото, сказала лиса. И больше никогда не судись со змеями. А когда принесешь кур, ищи меня здесь. Мужчина от всей души поблагодарил лису и сказал. Пусть же отныне будет так, чтобы нигде без себя суд не вершился. И с тех пор повелось, что судьи и владыки носят лисьи шубы. Вечером мужчина вернулся домой и положил в корзину 12 кур. А жена ему. Куда это ты собираешься? Тогда он рассказал обо всем, что произошло с ним. Женщина подумала. Ох и дурак мой муженек. Отдавать кур лисе. И когда человек, натерпевшийся за день, крепко заснул, женщина встала и вместо кур посадила в корзину боржую. Утром человек скачал с просонья, не взглянув в корзину, забросил ее за плечи и отправился в условленное место. Свистнул раз в другой. А лиса уже здесь. Встала прямо у корзины, да вытаращила глаза, чтобы кур напугать. А когда человек открыл корзину, то и глазом моргнуть не успел, как борзая разодрала лисицу. Только и молвила бедная. А и действительно, человеку верить нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok